Я надеюсь лишь на то, что вам понравится новая заставка. Всем привет, привет! С вами снова я, Энтони Улай. Это очередное видео на моем канале. И да, сегодня у нас с вами что? Правильно. Чайный час. Чайный час. Да, чайный час это те видео, которых давно не было. И если вы помните, чайные часы проводятся редко, но метко. Потому что что? Потому что я люблю делать заставки чайным часам. Потому что я не понимаю, зачем я это делаю. Но, в общем-то, чайный час это те видео, в которых я рассказываю о каких-то событиях в моей жизни, которые, надеюсь, хоть капельку вас интересуют. А если нет, то просто садитесь, тащите чай, тащите кофе, тащите что-нибудь погоречительное, если вам прям не терпится послушать меня. И давайте начнем. В общем-то, да, первая новость, о которой я вам сегодня расскажу, это то, что, как вы, наверное, заметили, я нахожусь не в своей комнате дома, я нахожусь уже в своей новой комнате, уже в другом доме, и если вы не понимаете, о чем я говорю, то вы правы, потому что я сейчас нахожусь в Москве, и, в общем-то, я приехал сюда на достаточно длительный срок, и прежде чем вы начали задать вопросы про фан-встречу, ненавижу слово фан-встреча, у нас будет живой чайный час, я не знаю когда, но он обязательно будет, поэтому не волнуйтесь, я ничего еще не могу сказать по этому поводу, потому что я сейчас работаю, я не понимаю, что происходит, и я не знаю, у меня нет времени, я не понимаю, что будет вообще происходить, но я надеюсь, что я буду пускать видео, по крайней мере, пару раз в неделю, или, может быть, каждый день, если у меня получится. Сейчас, как бы это ни было смешно, я приехал в Москву, знаете зачем? Правильно, на заработки. Потрясающе, на самом деле, я приехал в Москву на стажировку, потому что мне, по сути дела, для того, чтобы получить диплом, нужно пару стажировочек, которых у меня еще нет, поэтому да, а у меня осталось всего три семестра учебы. И таки, да, таким образом получается, что сегодня я нахожусь в Толице, и первое, что я хочу вам сказать по поводу этого, где лето? Почему идет дождь постоянно? Я тут уже несколько дней, и тут ни разу не была нормальная погода, идет дождь целыми днями, недавно был какой-то торнадо. Что это? Москва. Еще одна вещица, о которой я хочу с вами поговорить, это то, что все люди, которые раньше предлагали мне сотрудничество, и потом разочаровывались у меня, потому что я был либо в Нью-Йорке, либо в Якутске, и остался в Москве буквально на два дня. Здравствуйте, я в Москве, и если у вас есть ко мне какие-то вопросы по поводу сотрудничества, пишите мне на e-mail, или в Instagram, или куда угодно, все ссылки будут внизу, открывайте инфобокс, там просто прекраснейшее все организовано. И да, ребят, я хочу попросить о том, что, может, вы разнесете своим потрясающим персиковым сарафанным радио, кому-нибудь нужен фотограф. Если вы не знали, то я хочу очень, опять, усиленно заняться фотографией, потому что у меня есть хоть какое-то время, и я наконец-то думаю, что у меня появятся люди, которые, возможно, будут фотографироваться со мной, и точнее я буду их фотографировать, но вы поняли, как это работает. Или же вы человек, который хочет предложить мне какое-то сотрудничество, поэтому пишите, не стесняйтесь, я хороший, так говорят другие люди, я надеюсь, что они так говорят. И, несмотря на то, что с моей семейной поездки в Дубай прошло практически уже два месяца, я вам о ней ничего не рассказывал, потому что, а, не было времени, б, я что-то не думал, story time, story time, а потом я хотел чайный час занести, для чайного часа нужна была заставка, которую я в какой-то веке снял, надеюсь, что вам понравилось. И, в общем-то, да, Дубай. Что я думаю о Дубай? В Дубай я ездил со своей семьей, и, в принципе, я не могу сказать, что мне там что-то понравилось. Да, я знаю, что сейчас начнется, у-у-у, мажоры, все дела. Нет, я очень рад, что у меня появилась такая возможность, что просто потрясающе провести время со своей семьей на пляже и так далее, подобное. Но все-таки я не понимаю весь хайп вокруг Дубая, я могу назвать это так, потому что чисто по человеческим меркам отдыха, какие еще могут быть мерки отдыха? Животные? Это животные. По меркам отдыха моего, кроме пляжа, по сути, и какой-то еды, мне ничего не понравилось. То есть, не сходить никуда нельзя, везде куда-то надо выезжать, гид у нас был убогий, вообще сама вот вся поездка у нас в плане организации была какая-то очень убогая, это ни в коем случае не в сторону страны, это больше в сторону тех людей, которые продавали на путевки. А так, в принципе, мы, по сути, ничего интересного не увидели, большинство экскурсий нам не понравилось, места, в которые мы выходили сами, мы выходили сами, их было мало. Мы успели хорошо загореть, потому что вдобавила потрясающая погода, там дорого, не скажу, что там очень сильно гостеприимно, и, в принципе, смотреть нечего, я бы так сказал, потому что есть какие-то достопричательности, но они, в принципе, ограничены либо возрастом, либо деньгами. Но как бы не хочется тратить огромное количество денег, чтобы смотреть на какие-то машинки, то есть, я знаю, что сейчас у многих наступила пора, когда вы заканчиваете школу, вы сдаете экзамены, сессию, и у вас поступление, либо вы уже выпустились, и там куда-то ищете, что-то поступаете, ищете работу, и в этом духе, и все остальное. Я хочу пожелать вам удачи, и терпения, и просто не бойтесь, когда вам будут отказывать, потому что, оказывается, не всем нужен человек, который знает английский в совершенстве. Обломалось, здравствуйте. Еще хочу обронить такое маленькое словечко по поводу поступления куда-либо. Если ваши родители говорят вам, чтобы вы поступили туда-то, а вы туда не хотите, вы хотите в другое место, там, неважно, какая-то профессия, помните, что ваши родители – это не вы, и, несмотря на то, что я не дискредитирую просто мнение родителей, я говорю все прямо, как есть. Вам учиться и работать, и вообще связывать свою жизнь с профессией, и, в общем, в следующие 4 года вот эта вся нервотропка, через все это дерьмо будут проходить не ваши родители, а вы. И помните об этом, потому что, если бы я тогда, когда мне было 17 лет, все-таки поступил бы куда-нибудь на кинематограф или туда, куда я хотел, я бы, наверное, был более бы счастливым в плане того, что 8 депрессий и нервных срывов за год – это просто потрясающе. Наверное, это все-таки одна из моих самых больших ошибок – приступать на финансы, потому что к этому не лежит ни моя душа, и я не знаю, принесет ли это денег, потому что сейчас я как раз-таки находился в стажировке, и, оказывается, не всем нужно мое американское образование, не всем нужен мой английский язык, не всем нужны мои финансы, потому что, по сути дела, без опыта работы вы нахрен никому не сдались. Как бы, по правде, ужасно это не звучало, но все же, ребят, руководствуйтесь своим сердцем, своей душенькой, но все-таки включайте мозги, когда вы будете это выбирать. И, кстати, да, ваши родители учились похрен знать, когда, когда еще, извините меня, России не существовало. Было СССР, и было всего три профессии. Оплачивай мне, оплачивай моя государственная, и все. Поэтому, ребят, сейчас не существует ни единой профессии, которая 100% гарантирует вам деньги. Не существует ни одного диплома, который автоматически дал бы вам просто работу, квартиру, машину и все остальное. Такого нет. Есть только вы, ваш труд, ваши мозги и все остальное. Поэтому, да, будьте готовы к отказам, будьте готовы к тому, что вас не везде хотят, и будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется отлучаться от своей семьи. Но помните, что это все-таки ваша жизнь, и что следующие 20, 30, 40 лет, которые вы там проживете, вы будете руководствоваться только своим мнением. И да, ребят, на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, я всегда это очень, я тебе рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Невероятно вас люблю. И удачи вам, терпения, всего остального. Всего я вам желаю просто жить и наслаждаться жизнью, как бы тяжело это не было иногда. Потому что жизнь тяжелая штука. Жизнь, пиши, 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 что я несу, не могу понять. Anyway, напишите мне внизу, что вы хотите видеть на канале, что у вас с погодой, как вы живете, как у вас проходят дела, что происходит у вас летом, что может быть что-то интересное делать. Может быть, у вас есть что-то захватывающее рассказать мне. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Если у вас какие-то вопросы ко мне, то мой аскафин всегда для вас открыт. И в комментариях я тоже, бывает, так отвечаю. Так что, да, будем с вами совсем скоро. На этом же самом месте с вами был я, Энтони Лай. Главное помнить, я себя оставлюсь верным в себе и дочим вам во всех больших начинаниях. Я вас сильно люблю. Пока.